Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 октября принял участие в фестивале-ярмарке «Дожинки-2024» в Воложине. Как отметил глава государства, по многолетней традиции на «Дожинках» мы собираемся вместе, чтобы поклониться сельчанам за труд и вручить заслуженные награды нашим героям. Минская область сегодня один из лидеров промышленности и сельском хозяйстве. А ведь когда-то мы стояли в прямом смысле на Ростаних, выбирая свой путь. Мы определялись, куда и как идти. Развивать промышленность, становиться аграрной страной или вообще распродать иностранцам советское наследие и сосредоточиться, как тогда говорили, на каких-то услугах. Ну, как я говорил, быть халуями. Результаты нашего выбора сегодня видят все. Мы сами и наши друзья, и наши недруги. В Беларуси высокопродуктивный АПК, развита горнодобывающая промышленность, машиностроение мирового уровня, модернизированная нефтепереработка и многое-многое другое. Мы приумножили наследие мощнейшего Советского Союза, превратив это достояние в национальные бренды современной Беларуси, отметил Александр Лукашенко. Благодаря людям, живущим на белорусской земле, их мудрости, терпению и, самое главное, процовитости, подчеркнул президент. Успехи страны – это всегда коллективный труд. Так было, так есть и так будет. И наш весомый республиканский каравай 2024 – общая заслуга всех регионов нашей Беларуси. По словам президента, точки роста в грамотном управлении, внедрении инноваций, железной технологической и производственной дисциплине. Президент призвал каждого на своем месте выкладываться по максимуму. Тогда, по его словам, и результаты будут высокими. Наглядный пример того, как можно подойти к делу с умом в сады «Спартан Агро» в Молодежно, о которых мы недавно говорили. Фермы – не соперник, а партнер для государства. Хорошие инициативы надо стимулировать и давать им зеленый свет. Мы должны поддерживать эффективного государственного частника. Но независимо от того, государственное это предприятие или частное, качество превыше всего. Именно в этом была цель объявления этого года годом качества. Но мы как-то расслабились и еще не все сделали. В 2025 году качеству будет уделено приоритетное внимание. В этом залог как нашего экономического роста, так и повышения престижа на мировых рынках. А это деньги. Александр Лукашенко от всего сердца поблагодарил всех, кто трудился на полях и животноводческих комплексах, в садах, на перерабатывающих промышленных предприятиях. Сегодня со сцены до жилки я уверяю, что Беларусь, поставляющая продовольствие в более чем 100 стран мира, продолжит делать все, чтобы и у других народов были вкусные, качественные белорусские продукты и высокие урожаи. Мы это уже делаем, начиная от Африки и заканчивая Азией. Я желаю всем сельчанам, гостям фестиваля, ярмарки здоровья, счастья, отличного настроения. Пусть торжество вдохновляет вас на новое свершение. Лучшие аграрии Минской области из рук президента получили высокие награды. Специальный лист об объявлении благодарности президента получила главный зоотехник открытого акционерного общества «Краснодворцы» Ольга Швет. Работает в хозяйстве 16 лет в должности главного зоотехника «Семь». Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с праздником. Пожелаю всем дальнейшего роста, развития, процветания, успехов, здоровья и благополучия. Я очень благодарна всем своим коллегам за сегодняшнюю награду. Я очень горжусь, что я работаю в коллективе вместе с коллективом «Краснодворцы». Я люблю свою работу, люблю свою работу, но моя работа – это работа всего нашего коллектива, всех специалистов и работников «Краснодворцы». Убеждена, что я и впредь буду. Оказанное мне доверие приумножать в работе, показывать результаты. Хочу выразить благодарность за то, что отметили мои достижения и так высоко оценили мой труд.